Дневной разворот Какой-то работы в областном центре И вот мы вспомнили накануне, что давненько не говорили про ремонт дорог в нашем городе Вообще, на мой взгляд, как-то вот градус этого внимания к ремонту, градус претензий Я, конечно, могу ошибаться, в последнее время снижается Потому что вот что-то там делается, все мы немножко успокоились Да, там общественники периодически высказывают серьезные претензии Вот мы сегодня общественников как раз к нам пригласили поговорить о том Как на протяжении последнего времени у нас ремонт дорог проходил И, кроме того, тут в общественной палате на днях были озвучены планы по ремонту дорог к 650-летию нашего города Поэтому вот такой разговор у нас сегодня состоится с нашими гостями Сейчас их представим У нас сегодня в гостях представители региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог Это Константин Синчихин, Константин, добрый день Добрый день И Шамиль Бузиков Добрый день Приветствуем вас Приветствуем вас в нашей студии Ну, начнем, наверное, все-таки вот с итогов сезона, скажем так Сезон подходит к концу строительный, да? Ну, дорожный, да Дорожный, ну, я понимаю, что он еще не подошел к концу То есть как раз в некоторых местах уже начинают сигналы поступать, что дождички пошли, строители вышли, дорожку строят Да, да, да Ну, вот в целом, согласитесь, не согласитесь, что градус претензий как-то снизился в последнее время По всей вероятности К качеству ремонта дорог, к тому, что делается С чем это связано? По всей вероятности, градус снизился, потому что других проблем появилось больше у населения То есть просто информационная повестка, она перекрыла, да? Да, да, она перекрывает, как бы проблем-то их меньше не становится У нас, как проблемы были по гарантийным объектам, они у нас сохраняются на сегодняшний день И именно гарантий, ну, как бы, количество гарантийных обязательств со стороны подрядных организаций По ремонту дорог в Кирове и в Кировской области, особенно в Кирове, их становится все больше Мы с вами помним ту статистику, которая была у нас по началу сезона, дорожного сезона Это в конце весны, там, начало лета, там, звучала такая цифра, более 200 объектов, которые требовались По гарантийным обязательствам, это говорит о том, что градус, он не снижается Просто в рамках информационного фона, да, с учетом, там, той реальности, которая существует на сегодняшний день Понятно, что хватает других проблем, которые обсуждаются и гражданами И меньше обращают уже, может быть, на какие-то такие житейские нюансы, да? Которые, по факту, их, ну, уже уходят на задний план Но проблемы, они существуют, проблемы существуют на сегодняшний день Мы видим, что на дворе уже, как правильно сказали, уже и дождичек идет, возможно, скоро и снег пойдет Потому что осень в Кировской области, она всегда непредсказуемая В октябре может спокойно и снег выпасть, а потом опять тепло А дороги наши строят, и строительство не заканчивается Многие объекты на сегодняшний день, уже, которые предусматривают, там, конец сентября, начало октября Как я думаю, что они уйдут до конца октября Эти объекты есть, они ремонтируются И конца и края им нету А что там за претензии такие, что там за проблемы возникают такие, что у нас смещение сроков идет? Ну, проблемы у нас, вот, Шамиль не скажет, наверное, по улице Сурикова на сегодняшний день, да? Сурикова в этом году должны отремонтировать Должны сдать Должны сдать Вот новый-то кусочек этот, да? Да, да, да Построить, то есть Построить До Красина До Красина и нижнюю часть А, нижнюю тоже часть Да, у нас два объекта, они должны в этом году будут сданы Вот, как мы видим, что работы там, конечно, ведутся, там нет такого, чтобы они не велись Ну, по крайней мере, вот, у меня есть опасения, например, по этой улице Сурикова, что этот объект в этом году не будет открыт, к примеру, да? Вот, есть, понятно, что основные объекты, которые в рамках не капитального ремонта, не строительства, а в рамках простого ремонта, да, они практически все завершены Есть проблемы еще с тротуарами в некоторые участки, я думаю, что будет проблема по улице Карла Марса, потому что она на сегодняшний день Наблюдается, она в данный момент, да? Да, она наблюдается, это проблема И там работы еще не завершены, хотя срок тоже где-то контракта там, либо начало октября, ну, не конец октября точно, там, либо 10 октября срок контракта, либо на первые числа октября Но проблемы тоже будут Так, что с Сурикова? У нас, Шамиль, происходит Сурикова, ну, в принципе, чего, перекресток Некрасово-Сурикова, там проводятся работы, перенос коммуникаций Вот Уже много месяцев уже продолжаются процедуры Да, я там сам проживаю, ну, и самое интересное, что, знаете, 2-2,5 месяца мы обходились без горячей воды, в принципе То есть ее отключили где-то в июле месяце, в середине даже, даже в первой части июля Пропала горячая вода, и все, и вот недавно нам дали горячую воду, и после этого, соответственно, отопление Вот, как говорится, нашему кусту, да, назовем так Вот, на сегодняшний момент они перекопали, в принципе, всю улицу Некрасово, в районе 31-й школы То есть это перекресток Некрасово и Пугачево, то есть там проводили ремонтные работы То есть отрезок от Попова до Пугачева Абсолютно верно, потом в районе школы номер 59, то есть ДК Космос район, то есть это Некрасово и улица у нас Чапаева, нет, не Чапаева, Пугачева А, Пугачева, Пугачева, да Некрасово и Пугачева, там сейчас проводятся эти работы, хотя в том году это тоже все было, то есть там было все перегорожено Вот, ну, то есть ничего, как говорится, лучше не происходит, то есть каждый год это вот из года в год происходит Ну и на данном этапе, то есть асфальт они уложили, то есть штанги, мачты, точнее, правильно сказать будет Городского освещения они установили по улице Сурикова Ну все, дальше мы уперлись в перекресток То есть ищись на перекресток, он по Некрасово и Сурикова занят дорожными работами Ездить стало вообще практически невозможно То есть если выезжать из этого куста, да, то есть от 38-го дома по Некрасово, от 40-го дома То есть мы фактически упираемся в одну пробку, это по улице Пугачева, по улице Попова, Некрасова Либо по Некрасово-Сурикова, то есть фактически не выехать утром и вечером, это фактически стопроцентные заторы Вот, и все, и вот сколько я хожу-наблюдаю, я постоянно хожу-наблюдаю, конца и края этим работам я, по крайней мере, не вижу То есть сейчас, если бы, допустим, были какие-то окончательные, переутро будет другой разговор А нет, пока все коммуникации открыты, даже сварные работы до сих пор, вот я видел, что велись Вот, и... А никакой информации о тех организациях, которые все это проводят, нет? Пытались задавать вопрос официальным лицам, что там вообще? Пытались, пытались, как бы по поводу... Есть опасения у официальных лиц, это официально на рабочей группе было озвучено Это даже опасение было не связано с ремонтом дорожного, ну, именно ремонтом строительства дороги А опасение было с объектом, который находится на перекрестке улицы Сурикова, получается, края, ну, там, Щерца, Красина, там стоит дом, который должен быть снесен и расселен Как я понимаю, его расселить расселили отчасти... Если не ошибаюсь, Челюскинцев, по-моему, Да, там дом, он до сих пор стоит, и этот дом, как мы наблюдаем, его еще не стесли, по той причине, что там проходят какие-то судебные пока тяжбы администрации, собственников Он как раз стоит вот прям по ходу, да, в этой магистрали будущего Он не мешает, как бы, он не мешает основной дороге, но он относится к объекту, вот этот земельный участок, да, и по факту объект не может быть сдан Пока этот дом стоит Мы этот дом наблюдаем, каждый, ну, кто ездит по этой улице, он каждый день наблюдает, что этот дом стоит И по факту, получается, пока этот дом будет стоять, объект будет не сдан Ну, мы так это предполагаем, и это же наше опасение подтверждало и представители администрации, когда были на работе Куча группы, когда мы им задавали этот вопрос, поэтому, вот, вы спрашиваете, а все ли хорошо, ну, мне кажется, что все хорошо Ну, то есть, есть риски, что этот объект идет в следующий год? Ну, это, да, есть риски, что этот объект идет в следующий год, и как это было в Кирове-Чепецке с улицы Братья Васнецова в свое время, который тоже перешел в следующий год, да, ну, как бы так Но там же существуют какие-то санкции штрафные, если мы не укладываемся Ну, там, смотрите, там вопрос С финансированием, потом могут быть проблемы Ну, вопрос, чье сейчас уже финансирование осталось Если, например, мы потратили федеральные деньги и остались региональные деньги, тогда тут можно, как это было по братью Васнецова в Кирове-Чепецке, тогда санкции не такие существенные Но если... То есть, мусор особо из избы не выносить? Да, да, тихонечко можно... То есть, если деньги это федеральные еще остались не истраченные, то, соответственно, их может федерация попросить обратно? Да, их попросить, и нам придется за счет регионального бюджета дальше уже дальнего объекта достраивать Вопрос вот в финансировании, на лето еще там были федеральные деньги, на сегодняшний день, я не знаю, закрылись они, не закрылись там актами еще каким-то образом Будем уточняться, на ближайшей рабочей группе мы этот вопрос будем по улице Суриков поднимать, обсуждать еще раз, потому что, ну, объект важный, объект важный для города И с точки зрения имиджа города, да, как мы умеем быстро и правильно строить такие большие объекты Ну, или как не умеем Или как не умеем, да Потому что вот студенческий проезд, объект небольшой, но обещают раньше сроков завершить, не знаю, посмотрим, хотя объект у нас по срокам в следующий год стоит Ну, вы знаете, тоже по улице Сурикова нам тоже обещали то, что мы уложимся Ой, я прекрасно помню, как еще Владимир Васильевич Быков там неоднократно, это одна из фишек была Да, что мы там перевыполним, мы переделаем, все, все будет раньше сроков, выполним, сдадим и так далее, ну, мы как видим, так и видим Есть еще опасения по улице Зеленина и 8 марта, есть такие две улицы, они, конечно, не относятся к национальному проекту Это Коминтерн Это Коминтерн, да, они не относятся к проекту в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги, но он идет по-другому в нацпроекту жилье Вот, и поэтому там тоже есть опасения, что эти улицы вовремя не будут сделаны У них тоже сдача конец этого года, там, можно сказать, новые улицы, они считаются, да, как бы, ну, так же, как и улица Сурикова продолжение, там такое же новое строительство Мы собираемся в ближайшее время туда выехать и смотреть Там в чем проблема? Такая же проблема, стандартная, что по улице Сурикова работы ведутся, но очень тихо, просто так отлично Медленно, да, очень медленно, да, поэтому... Причина-то, рабочих рук не хватает, неграмотное руководство Мне кажется, что проблема очень банальная на сегодняшний день, как вы правильно сказали, рабочих рук не хватает К ДМС объемов набрали, объемов немало, как бы мы это все понимаем, там, и объемы с учетом нашего объема дорожного фонда Они тоже, ну, с каждым годом прирастали, там, и прилично прирастали, да А предприятий, которые этим будут заниматься, их больше-то не становится И даже, ну, с учетом, опять же, их становится меньше И мне кажется, что большая проблема вот именно связана... Хотя погода, погода, она позволяла в этом году дорожникам работать Да, был конец мая, начало июня было дождливое Но потом, где-то в середине июня погода выстроилась очень хорошо Июль очень жаркий, август очень хороший, замечательный И это, понимаете, для дорожников вот эта погода, она как бы... Вот что тот год, что этот год, он благоволит просто Он просто дает работать, чтобы все сделали все быстро Если бы еще погода вмешалась в это во все, я бы не знала тогда, что у нас было бы То есть, в большом счете, получается, не хватает просто дорожно-строительных организаций? Да нет, не совсем Вот по улице Сурикова, например, на прошлом заседании Точнее, да, на прошлом заседании Шевелев у нас что сказал? Когда мы разбирали улицу Сурикова Я задал вопрос, я говорю, заплатили ли хоть ГДМС за те работы, которые сделаны? Он говорит, нет, не копейки У меня вопрос, подождите, там, сумма контракта Ахова Я задал вопрос ГДМС, погодите, а вы на за чьи деньги-то делаете? То есть, у вас они есть, получается? Деньги-то как из оборота, из МАИ-9 Покупайте материалы, платите зарплату Собственно, где ваша мотивация? Да, где мотивация? А, собственно, если мотивации нет, они деньги не получают, извините, куда торопиться? И получат ли они деньги вообще? В связи с этим вот проблемным объектом С этим вот домом по улице Челюскинцев, да Потому что вот я задавал четкий вопрос А что, в чем там беда? То есть, там вообще авансирование не предусмотрено, что ли? Нет, они говорят о том, что мы не можем землю То есть, проблема у них с землей Мы не можем землю, то ли в собственность они ее взять не могут То ли они ее передать не могут В общем, проблема состоит в этом И вот это является камнем преткновения для того, чтобы началось финансирование Ну, то есть, согласитесь, работа-то сделана Ну, часть-то финансирования все равно выделено Ну, просто есть, там, понятно, там, по объемам работ, производству работ Да, ну, если где-то упираются в какие-то проблемы То, понятно, никто не подпишет ни один акт А если акт не подписан, значит, никто никому не оплатит Мотивации-то нет, ну, то есть, ребята работают, деньги за это не получают Денег за это не получают Мотивация куда торопиться? Ну, да, посмотрим, ну, может, переходящим будет Ну, перейдет в следующий год Ну, посмотрим там, что будет Ну, заплатят, 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 хорошо, мы продолжим, сделаем Они заплатят, будет такой вот дальше вот этот дом проблемный стоять, да Там, по-моему, с оплатой коммунальных услуг Вот я так понял из разговора То, что те, кто там проживал Они оказались, что коммунальные услуги должны А раз они должны, то долг не могут закрыть и так далее Я еще туда в шутку сказал Директору ГДМС Я говорю, так вы долг-то заплатите за них Вам проще долг заплатить коммунальный, да Чтобы потом земля перешла и вам просто за эту дорогу-то заплатить Заплатить, а потом А потом взыскиваете через суд, то есть регрессный иск перепределивляйте Как бы, каких проблем-то нет То есть вам деньги нужны или не нужны Он так спокойно, так сидит, знаете Как бы по этому поводу не переживает То есть надо ему, не надо То есть он не заботится о том, что ему денег надо То есть, значит, получается, у ГДМС деньги есть Ну, раз вы делаете, строите, что-то делаете Но мотивации, конечно, нет Если они не видят, получат они деньги или нет Это же, ну, по-моему, это главное для них Они для этого, собственно говоря Еще такой вопрос у меня к Константину возник По не таким масштабным объектам Вот мы говорили, что где-то к маю Там по гарантийным обязательствам Порядка 200 объектов там должны были бы делаться Вы контролируете вообще, вот как эти работы ведут? Стараемся Стараемся Я думаю, как обычные пешеходы, как автомобилисты Да, мы можем наблюдать, что на тех дорогах Которые у нас совсем недавно ремонтировались Огромные трещины, продольные, поперечные, выбоины и так далее Вот смотрите, по последней информации, которую мы проводили Рабочую группу в конце августа У нас практически из всех объектов Там порядка 90 объектов еще Ну, это не то, что там 90 улиц Это объектов, это могут быть разные участки просто На одной улице Ну, на одной улице Ну, как бы 90 вот этих участков, да Их практически еще не производили По ним гарантийные обязательства Это когда было? Это был конец августа Месяц назад, да? Да, это был месяц назад Даже там где-то начало сентября Там было 200 вот этих участков Да, половину еще даже не трогали Практически, более половины практически не трогали И на вопрос, как бы, ну, ДПИ вы что-то собираетесь? Да, мы там выставили, говорит, претензии Как бы мы работаем сейчас с подрядчиками, да Но, опять же, вот мне больше всего убивает эта история Связана, когда мне говорят, мы работаем с подрядчиками У нас на протяжении уже, ну, давайте так, года 2-3 Подрядчик 1-2 Это ГДМС, либо ВИАТ-Автодор Что с ними работать, с какими подрядчиками работать, да Вот они у вас перед вами каждый день Они не в другом городе находятся, не в другой стране С ним не надо, вот они рядышком находятся Они никуда не могут не убежать, там не скрыться, ничего Они слишком велики для этого, да Конечно, да, и мы же для этого, как бы, нам и уверяли-то нас Всех годами, что надежные, проверенные Гарантию быстро сделают, все сразу сделают В итоге мы наблюдаем картину Особенно этот год показал, да Так вот существенно показал, что подрядчики, про которых нам говорили Что они надежные, они вовремя все сделают Всю гарантию сделают, они не делают ее Они просто ее не делают Они просто либо отписываются, либо начинают уходить В переписку с администрацией города в лице УДПИ, что Извините, у нас там либо погодные условия Или если в том году они пытались еще это винить на ковид Каким-то образом, там, с учетом ограничений еще как-то, да То в этом году у нас нет ограничений Идите, делайте Так они начинают говорить на субподрядчиков Что мы там кого-то найти не можем Еще как-то, ну, в общем, ведут Максимально оттягивают время Чтобы не перекидывать нагрузку И делать те объекты, которые более востребованы За которые сразу заплатят деньги А вот гарантия, да, она подождет Потому что они знают, что... Ну, как подождет, она пройдет Она пройдет время, и все, опа, не надо будет Где-то пройдет, где-то пройдет Сколько, 4 года у нас стандарт? Да, где-то 4 года Где-то пройдет, где-то подождет А где-то, ну, успеем, сделаем И осенью поздней, да, как бы зима же впереди Делать нечего будем, будем делать гарантию Вот, и поэтому в данной ситуации В следующем году снова будем делать гарантию Да, и вот это вранье Которое нам уверяли там годами, да Вот честно, оно, ну, не внушает доверия К этим организациям И когда они начинают сейчас рассказывать Про содержание города Кирова Что у нас там, да вы смотрите У нас там содержать город Кирова Будет там 5 организаций Но это опять вранье Это опять вранье У нас одна организация содержит город Киров Это ГДМС Все, что связано внутри С подрядными организациями По субподряду Ну, извините, вот меня лично Как горожанина, да Как общественника Как руководителя рабочего Да мало волнует Так, слушай, и глава администрации Это не должно волноваться Конечно И глава администрации Не должен говорить про субподрядчиков ГДМС Он должен говорить У меня один подрядчик Он отвечает за весь город У него контракт Пусть идет и делает А все, что там вот внутри Это ваша внутренняя кухня А когда нам с вами начинают Рассказывать истории И нам тоже, как рабочей группе Рассказывают истории Да погодите, у нас там субподрядчика Мы не можем найти Он нам гарантийные обязательства Не может сделать Ну, опять же Меня-то почему это должно волновать-то Какие у вас там внутренние отношения Как вы там У вас основной контракт Идите, делайте Идите, делайте Нет вашего субподрядчика Иди, делай сам Все Так же и по содержанию Так же связано И по гарантийным обязательствам Поэтому надежда На наши компании Которые сделают Какие-то гарантийные обязательства Они с каждым годом Как говорится Все больше и больше Нулевая Нулевая просто И мы это наблюдаем Вот этот год Он, естественно Очень-очень так Картину показывает Да И что у ДПИ По факту У них нет Ну, не знаю Либо нет желания Заставлять их Выполнять гарантийные обязательства Либо нет Просто возможности Либо я не знаю что Потому что Они говорят Да, мы выставили им претензии Так Ребят, вы претензии Должны выставить еще в мае Потому что в июне Они не сделали Претензии в суд И давайте вперед Из песни Страфные санкции Не знаю Все что угодно Так не идут в суд-то Интересное отношение К городскому хозяйству Нет, у них идея Это было создать Ведь ГДМС Не в этом смысле Они создавали его Знаете Как некий распредпункт Некую такую прослойку То есть создали крупную организацию Да ГДМС укрупнили его А потом говорят А зачем нам работать С мелкими подрядчиками Ну согласитесь У ДПИ Это такая организация Бумажная организация Куча бумаг Управление Да Фудическое управление Бюрократическое Они говорят Штату не хватает Ничего нет Ну представьте Да То есть если Отдельно дать Субподрядчик Ну штук 10 нанять Субподрядчиков Это же может с ума сойти То есть у них реально Людей не хватит Они не смогут Не вообще контролировать ничего Они говорят Вот ГДМС здорово Мы контролируем Одного подрядчика А дальше он внутри Самого себя Контролирует всех остальных Ну понимаете Проблема-то тут Идея была хорошая Здравая И как говорил Виктор Степанович Черномырдин Хотели как лучше Получилось как всегда Вот И думали о том Что будет здорово То есть ГДМС Внутри себя Будет еще как бы Переуправлять И будет с этими Субподрядчиками работать Совершенно верно А ему удобно В каком плане То есть у него сроки Поджимают И он говорит А это не я Это субподрядчик Дорогой погоди Договор-то у тебя С одной с тобой С тобой Если твой субподрядчик Не делает Иди делай сам И потом Передъявляй регресс На их своему субподрядчику Делай все Что ты хочешь Все что тебе За благорассудится Он по идее Должен претензии Абсолютно верно Абсолютно верно Вот у тебя есть зима Судись Крестись Что хочешь делай Хоть коллектором Обращайся Иди Выбивайте деньги Ну твори что хочешь Но мои какие проблемы Правильно Константин говорит Один подрядчик Один подрядчик А одна работа Вы сдали Вот город Дали На подряд Одной организации На обслуживание На зимное содержание Сейчас И что будет Будет то же самое Будем так же с вами встречаться Здесь обсуждать Отчет не чистят А снег попадал И все опять плохо И нам будут говорят Такое это ООО Нас подвело Такое это ООО Подвело Значит Мы такие хорошие Будут говорить Да вот субподрядчики Плохо сработали У них техника Неладно Да вот у них Реагенту не оказалось Да вот у них То-то Субподрядчики Субподрядчики И знаете Самое интересное Что вот Помните Такой был один год Не помню К сожалению То ли 18-й год То ли 17-й Такой снежный был Прямо все снегом Запорошило И прокуратура пошла Массово проверять Всех подрядчиков Там еще по-моему Кому-то снегом На голову упало Сосульки попадали Но к сожалению У нас это ежегодно Производит И так вы знаете Было масштабно Резонансно Да и прямо Прокуратура пошла Проверять всех Субподрядчиков И мы еще сидели На оригинальной группе Вот Константин Как раз выступал Восхищались Он говорит Прокуратура А вы куда идете-то Каким субподрядчиком Вы идете У нас один подрядчик Вот ГДМС Идите к нему И выносите головной мозг И предъявляйте штрафы ему Почему вы пошли Субподрядчиком Вот я допустим Представьте Я субподрядчик У меня отношений с городом У судопы нет никакого У меня отношения с ГДМС Я с ним заключил договор Я и с ним работаю Ко мне приходит прокуратура В рамках проверки У меня первый вопрос Вы кто такие Вы что сюда пришли И кто вас вообще сюда пустил На каком основании Вы меня проверяете Иди ГДМС проверяй Вот у вас претензии От города идет к нему Разбирайтесь Я тут при чем Вот и все У меня вот еще какой Шамиль вопрос Как специалист в том числе По строительству Что-то меняется В плане используемых Материалов Технологий Нам Собственно с большой помпы Презентовали новую разновидность Щема Якобы дороги у нас Меньше будут проседать Мы помним Дзержинскую Луганскую Там покрывали этим Чудо Чудо составом Как вы оцениваете Абсолютно верно Переход Щема 15 На Щема 16 Это Знаменовало целую эпоху В городе Кирове Это было прямо Прозвучено СУСТ Высоких людей Высоких чиновников В городе Кирове О том что это прямо Инновационная технология Вот это было так здорово Так впечатляюще Я смотрел на это Слушал Вот все И давал свой небольшой комментарий По этому поводу Ребят Щема 16 Давно известен Как бы Что вы называете В слове инновации То есть Давайте вот откроем Первый кто употребил Да Вообще вот так В обиход Вел Это Дмитрий Анатольевич Медведев Он все говорил Нужна инновационная экономика Инновационная Вот он прямо так говорил Инновация Это вот это Вот это Вот это У меня даже Где-то вот записано Это видео Даже на компьютере Что есть Он дал четкое понятие Что такое инновация Я им хожу Сейчас всем говорю Это вот это Вот это Я говорю Что-то не подходит Под ваш Щема 16 Не Щема 21 Я говорю А вы везде говорите Инновации Ну не инновации Это Знали мы эти составы Они были Есть и будут Вы просто стали Как говорится Использовать другой состав То есть Щебень более крупнее Все Фракция Фракция Да Ну все Больше ничего там Другого нет Что вы там Что горячий рециклинг принимали Или холодный рециклинг Нет Где Где вы в городе Кереве Такое делали Нет Какие инновационные материалы Принимали Да тоже нет Нам об этом Ну много кстати Руководителей ДПИ говорил Ну вот например Что там до последнего Лунёв был Он тоже выступал По поводу того Что будут примяться Инновационные материалы Все журналисты спрашивали А какое Назовите хотя бы одно Они говорят Ну мы там Целый контакт Название еще не придумано Да И вот ссылались на Специалисты хибич Да Росдорнии Потому что Росдорнии У них разработан каталог Вот из всех инновационных вещей И вот поверьте Вот просто скачивайте Заходите на сайт Скачивайте этот каталог Всех инновационных технологий Которые использованы сейчас Да Открывайте его И просто прочтите Что есть в наших контрактах В городе Киеве А нет ничего Вот и все В ответ на вопрос Какие инновации То есть ни о каких Ноу-хау вообще речи не идет Нет Понимаете Ноу-хау это даже Это супер инновация То есть то что появилось Ну даже еще Программная такая технология Абсолютно верно Саме ли вопрос Такой Вот этот революционный переход С Чима-15 На Чима-16 Он каким-то образом Вообще сказался На качестве дорог Не ну Может быть меньше нареканий Там по итогам Пронизанной иронии вопроса Иронии вопроса Нет Вы понимаете Самое интересное Каким-то минимальным может быть Может они глажат Понимаете Самое интересное что Чима-16 Мы стали применять не вчера Ну у нас есть Какой-то определенный Уже опыт Наработан Пару лет эта тема происходит У нас 30 секунд И на рекламу Константин тут сказал 90 объектов Извините меня У нас только Цена изменилась Только цена изменилась Да Стало дороже Ну Тогда понятно Все инновации В чем тут инновации Все инновации Это стоимость Индекс же выше Значит цена должна быть выше Отлично Давайте на рекламу сейчас сходим Буквально минута И продолжим нашу беседу Говорим об итогах Сезона дорожного ремонта В Кирове О планах на будущее Шамиль Бузиков Константин Синчихин Представители региональной группы Общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог В нашей студии Еще момент Перекрестков с круговым движением Мне хотелось бы затронуть Тут буквально недавно появилась информация О том Что якобы планы В отношении Карла Маркса И Октябрьского проспекта Они ну все Сняты Сняты Да по-моему И по Самсамольской площади Примерно тоже Что известно Известно На последнее Опять же на последнее заседание Рабочую группу Мы этот вопрос поднимали Да администрация Признала Что данный план Реализация Реализация кругового движения На Октябрьском Карла Марса Они не будут реализовывать Ну там проблем несколько возникло Да как бы Одна из проблем Это троллейбусное движение Линия электропередачи Да Линия электропередачи То есть как организовать ее в круге Сделать Тут как бы это очень большой вопрос И он требует подхода Да и на мой взгляд Я с самого начала был категорически против Там организации кругового движения По той причине Что там Ну неплохо Водители знают Как ездить Большой перекресток И больших проблем Именно связаны С этим перекрестком Я никогда не замечал Что там какая-то пробка Из этого перекрестка Образовалась В теснутое нет Да Вопрос вот стал конечно Ребром связанным С перекрестком От которого тоже пока отказались Это Концомольская площадь И Октябрьский проспект Получается Ну вот тот перекресток Потому что Как опять же Со слов администрации Проектировщики Кому они давали Примерно техническое задание Они не могут пока ничего придумать Нет они не так сказали Не говорят Я им сразу сказал Я говорю Ребята там круга не получится Там будет овал Они говорят О овал Овал сделать тяжелее Почему потому что С детства не любил овал Я с детства угол рисовал Там стихи Да Совершенно верно Ну и соответственно Да То есть как бы Проблема организации Это раз Как выставить И организовать дорожную разметку Правильно в соответствии С действующими Нормативно промок документации По той причине Что мы знаем Как у нас любят Организовать дорожную разметку Это вот Подтверждение улицы Лениной улицы Современная Сургинская Вот Организовали так Дорожную разметку Что количество Еще один участок концентрации ДТП Да Количество ДТП Хотя этот объект И хотели сделать Чтобы количество ДТП уменьшилось Но по статистике Наблюдаю Что количество ДТП не уменьшается Еще одна цитата Хотели как лучше Получилось как всегда Да И с учетом того Что разметка Там Ну Не совпадает С дорожными знаками Не знаю Когда это Совпадает Она совпадает Просто Не со всеми Нет Понимаете в чем дело Там Как это правильно выразиться Я уже давал комментарии Вот для журналистов По этому поводу А такие перекрестки Подобные перекрестки Такие вот Такие вот Технические решения Да Которые сделаны Они есть подобные В других городах Понимаете К ним нужно Во-первых Привыкнуть К этой дорожной разметке У нас просто не привык К тому Что нужно ехать По дорожной разметке Если вы Из полосы То есть если полоса Смещается Дорожная разметка Да Она смещается Нужно ехать А у нас как Я ехал прямо Почему должен Куда-то сворачивать Ну вот это видимо Сейчас там Одно из самых Распространенных сценариев Абсолютно верно Да То есть Вот вы едете Да допустим В сторону Кирова Заезжаете Проезжаете в улицу Современно И она вот Дорожная разметка Она говорит Вот левая полоса была Налево Она закончилась И она у вас Центральная полоса Уходит влево Так вы должны Влево в нее переместиться А они едут прямо И есть такие товарищи Которые едут По крайнему левому ряду Там начерчена Даже дорожная разметка О том Что ты из крайнего левого Должен поворачивать налево Зачем Он едет прямо И он едет еще и сигналит Хотя сам нарушает Правила дорожного движения Но он едет сигналит об этом А ведь еще не зима Абсолютно верно Когда разметка у нас Будет находиться Под слоем снега Подобная ситуация Подобная ситуация Яркий пример Улица Солнечная И Воровского Вот понимаете Это же просто финал Дорожная разметка есть Знаки есть Все написано Крайний левый ряд Только налево Только налево Средний ряд Только прямо И что мы наблюдаем Как до этого ездили Из крайнего правого Из которого только направо можно Оттуда все налево Поворачивают на мост Вот прям Понимаете Таким пустом поворачивают Даже по-моему Сотрудники ГИБДД Поначалу там Экипажу стояли Что-то пытались Какие-то штрафы выписывать А ВОЗ и ныне там То есть ничего не изменилось Принципиально ничего нет Какая разница Я ей говорю Тогда задавал вопрос Если вы это сделали Организовали Вешайте камеры Вешайте камеры Наказывайте Заставляйте ездить Если вы вот это организовали Либо тогда не организовывайте В принципе совсем Ну или стойте Объясняйте Каждому там подъезжаешь Вы сейчас должны поехать Вот туда А не туда Абсолютно верно Поэтому Ну как сказать Не то что культура Менталитет Просто вот Город Киров Взять в целом У нас квадратно Гнездовой способ Планировки Всегда То есть у нас все улицы Они все перекрестки Под прямым углом И безусловно Водители привыкают к этому Вот вы приедете Допустим в Петербург Приедете Там вот допустим Дорожные развязки Какие в Москва Как там Радиальные Да-да-да Совершенно верно Допустим это же Казань Приедете Абсолютно верно То есть вы когда там прокатитесь Вы поймете прекрасно Во-первых скорость движения Много выше Это раз Во-вторых Таких вот пробок Таких вот глупых моментов нет То есть там этого нет Но вот подобные Технические решения Которые реализованы сейчас Они есть Но водители кировские Они к этому не готовы Я еду прямо Значит поеду прямо Ну вот снег Слава богу скоро У нас круговое движение Если вспомните Когда временно Круговое движение На Макаре вводили Мы же долго водители Привыкали к этому круговому движению Сколько много было Нареканий Ну аварий там не было Там больше нареканий было Что вот мы стоим в пробке Потому что не могли разобраться Как куда кого пропустить На Луганской например Когда ввели вот это круговое движение Тоже же поначалу Не могли разобраться Но мы видим Что те пробки Которые были на этом перекрестке Они разгружаются За счет этого кругового движения Хотя оно и узкое Но по крайней мере Пробок уже вот Именно в этом перекрестке Именно в участке дороги Он движение это есть Оно сохраняется Они не останавливаются Да Они не останавливаются Они не стоят Они не ждут И мы приверженники Ну как бы мы поддерживаем Инициативу Связанную все-таки Создавать круговые движения Понятно что это надо Анализировать И вот эту практику Которую сейчас Опять куда-то задвигают В сторону Связанную с временными Круговыми движениями Ее надо возобновлять Потому что Эта практика Она показала Положительный опыт Создавать не создавать Делать не делать Как бы да Есть время Она стоит Во-первых Не так дорого Для того чтобы Организовать временное Круговое движение То есть экспериментировать Экспериментировать Конечно Эксперимент на какой-то промежуток Время не выводить Круговое движение Пример Макаре Это показало И понимаете Как бы это показало Еще в чем Фишку-то В том что Когда Проектировали проект Поняли что На сегодняшний день Надо расширять Данный перекресток Что вот в рамках Вот этого объекта Маленького кругового движения Объект просто Ну не будет работать Тогда появилась И дополнительная полоса Которая сейчас Строят со стороны Макаре Да Тогда появилась И вопрос стал По поводу Уширения улицы В сторону Субботихи Вот Это как раз Вот когда ты А прикиньте Если была бы ситуация Как у нас обычно делать Спроектировали Проектировщик пришел Сказал Сделал Все построили А мы с вами Упираемся В узкую дорогу Нет дополнительной полосы С улицы Макаре Нет этого И этого И в итоге Деньги-то на ветер А когда мы берем Экспериментируем Вводим временное Там движение транспорта Смотрим Наблюдаем Делаем какие-то выводы Да Водители привыкают И водители привыкают Да К этому уже К движению Да Тем самым Во-первых И затрат меньше Из бюджета Да Во-вторых И нервотрепки И общественного мнения Будет совсем другое Поэтому Замечания накапливаются С точки зрения Подхода К временным Каким-то объектам Не только связанным Каким-то движение Можно временно Вести дополнительную полосу Как-то Определить движение Дополнительные знаки Поставить Как-то Экспериментировать Это правильно Это не говорит о том Что мы строим капитально Мы экспериментируем Мы делаем какие-то выводы Вот Поэтому Я надеюсь Что мы К 24-му году Сейчас переходить К юбилею К сожалению Мы уже не успеем Перейти Мы Пора уже завершать Разговоры Вот эти эксперименты Они будут продолжаться И может быть Как-то мы К юбилею подойдем С более качественными Дорогами С более качественными Вариантами Расширения дорог Потому что Не только надо ремонтировать Надо расширять Надо строить Вот у нас есть проблема На сегодняшний день Улица Энтузиастов Улица Ульяновска Вот этот перекресток Как недавно Александр Анатольевич Бывший председатель Пора завершать Сейчас отключат Но мы думаем Что надеюсь Что там дорога Будет построена Ну ничего Я думаю Встретимся в ближайшее время Продолжим нашу беседу Поговорим о будущем О СМА-24 поговорим Спасибо На этом завершаем Сегодня программу До свидания